Дорогие друзья, сегодня я хочу вас познакомить ещё с одной книгой из моей библиотеки. Эта книга является практическим руководством для начинающих по вышивке золотом, золотыми нитями или золотному шитью. Книга очень интересная. Я вообще долго думала, как к ней подступиться, поскольку я не являюсь экспертом по золотной вышивке. Но книга всё равно очень красивая и очень полезная вообще для вышивальщиц. И поэтому всё-таки я осмелилась рассказать вам про эту книгу. Она была издана в Англии первоначально. Автор этой книги Рут Чемберлен. Вот вы видите фотографию мастера, который написал эту книгу. У нас эта книга появилась в 2007 году в издательстве, в одном из самых хороших тогда издательств. Это издательство Неола Пресс, вы видите, где было издано очень много хороших и полезных книг по вышивке. Вот чем привлекла меня эта книга? Посмотрите, на обложке этой книги изображён сэмплер по вышивке золотыми нитями. Это очень хорошая идея, которой я в своё время и воспользовалась. Потому что здесь на примере одной работы в этом сэмплере собраны образцы и примеры, как можно вышить отдельные швы, техники, стежки, приёмы вышивки и показать их на примере различных фрагментов этого сэмплера. И все эти фрагменты тематически завязаны одной темой – золотное шитьё. Надо сказать, что книга Рут Чемберлин написана по классическим стандартам книг по вышиванию. То есть в ней содержится оглавление, введение, историческая часть, материалы, инструменты, которые нужны для золотной вышивки. И дальше уже на примере вот этого сэмплера, который я вам показала и который есть на обложке, на примере отдельных фрагментов разбирается вся вышивка с золотыми нитями. Ну а кто же такая Рут Чемберлин? Вот что о ней написано в этой книге. Что она сама говорит о себе. Значит, когда ей предложили написать эту книгу, она очень обрадовалась, потому что шитьё золотом – это любимый вид вышивки. Рут закончила общий курс обучения в школе искусств. И потом она решила изучать дизайн костюма. Это были 50-е годы, как она пишет. И людям очень хотелось в послевоенное это время украсить себя и свою одежду. Но проработав некоторое время в доме мод в Лондоне, она поняла, что дизайн одежды – это не то, чем она хотела заниматься всю жизнь. И она узнала, что в Лондоне есть такая школа, где обучают церковной вышивки. И она решила попробовать. И вскоре она поняла, что она приняла очень правильное решение. И занялась церковной вышивкой. Позднее Рут начала преподавать. И выполнила вот этот образец, о котором пойдёт речь в этом видео. И он включает многочисленные виды швов, которые она освоила в школе вышивки, и является бесценным учебным пособием уже многие годы. Ну что я бы хотела ещё сказать? Что вот, конечно, я вдохновилась вот этим сэмплером. И тоже на примере Рут Чемберлин, как это полезно вообще, вовремя увидеть чужую идею и переработать её. Я создала свой сэмплер по вышивке Гладиум, клопчатобумажным Мулине. Ну, вы можете... Кто-то у меня занимался уже и занимается по этому сэмплеру. Этот сэмплер также – это мастер-класс учебный. Он продаётся на Валберис цифровом магазине. И Вконтакте, в моём магазине, который называется «Товары». Ну, продолжим знакомство с книгой. В этой книге много иллюстраций. Это вышивки, выполненные ученицами, часто ученицами Рут Чемберлин. И тогда она пишет, что вышивка предоставлена с разрешения такой либо другой учениц. Теперь мы приступим к разделу «Материалы», где Рут показывает всё богатство материалов, которыми пользуется при выполнении шитья золотом. Это золотые нити. Вот образцы. И здесь показаны образцы нитей, которые используют в этой вышивке. Дальше. Могут использоваться, кроме золотых нитей, цветные нити. Это скрученные шёлковые нити и мулины из чистого шёлка. Также шёлковые нити, используемые для настила. Вот этими нитями выполняются настила. То есть прикрепляются второй слой. Потом об этом поговорим. Какие же иглы рекомендует Рут Чемберлин для вышивания золотыми нитями? Всё зависит от толщины нити. Например, она пишет, что для настила она использует швейные иглы номер 9 и 8. А для мулины используют швейные иглы номер 10 и 9 или 8. Всё зависит от толщины нити. Вот здесь дальше у нас идут ткани. Какие ткани? Ну, ткани тут самые разные могут быть. Но в основном, конечно, церковную вышивку она выполняет на дамаске из чистого шёлка. Применяется также лён. Образы тканей из льна показаны. И, конечно, вот дальше идёт раздел инструмента и принадлежности. Ну, здесь, в общем-то, много всего. Здесь и ножницы, и шило, и карандаши различные. И кисточки, и краски. И, в общем, всё, что угодно. Вот. И следующий раздел – это узор для вышивки. Узор очень важен, как пишет Рот Чемберлен, так как он является основой хорошей любой вышивки. Вот. Ну, покажена работа «Пчелиный рай», которую выполнила сама автор этой книги. И вот, наконец, мы дошли до семблера. Вот этот семблер и будет описан в этой книге. И всё обучение золотному шитью проводится на базе этого семблера. Ну, сначала идёт, как говорится, начало работы. А что же, как же заправляется ткань в пиальце или в раму? Вот. Подробно показан процесс заправки. Вот окончательный уже вид, как это выглядит в заправленном виде. Дальше идёт перевод рисунка. Рот рассказывает, что существует четыре вообще способа перевода узора на ткань. При помощи подсветки снизу, намётки, угольного порошка и специальной копирки, которая помещается между рисунком и тканью. Вот здесь метод подсветки показан. Дальше, как это всё проводится. Я думаю, что вам это хорошо знакома техника. Перевод рисунка с помощью намётки. Когда на кальку, переведённый заранее узор, переведён, и калька крепится к ткани, и потом прошивается намёточным швом. То есть швом иглу вперёд. Вперёд иголку. И затем уже калька удаляется, и остаётся рисунок. Ну, мы знаем с вами ещё и другие способы. Это способ, как переведение вода смываемым маркером, тоже при помощи подсветки, или можно переводить терморучкой. Дальше закрепление нитки в начале и в конце вышивки. И даже как вдеть показано, как вдевается нитка, золотая нитка, в иголку. И вот ещё один дизайн, выполненный, рут Чемберлин, посвящённый такому времени года, как осень. И вы видите дерево, во всей видимости яблони, с плодами этого дерева. И дальше ещё пара дизайнов. То есть это дизайн зима и дизайн весна. Видите, дерево украшено цветами, а цветы вышиты бисером. Пойдём дальше. Вот он наш центральная часть этого сэмплера. Виды швов. На следующих страницах этой книги будут показаны и рассказаны техники швы, которыми выполняется этот сэмплер. Ну, начинается всё с настила. Ну, и вот вы видите вышивку клубники в образце, который вышел настилом. Нитки сверху. Сначала был выложен вот такой первый слой. По нему уже была вышита решётка. И вот нити решётки были закреплены короткими поперечными такими стежочками в перекрестьях. Вот эта техника называется настил. Она очень подходит для вышивок гладью, когда выполняется вышивка простой гладью, то есть в один ряд. Длина стежка может быть очень большая, как вот здесь, видите, не отнюдь не 12 мм, например, и даже не 15 мм, а больше. И тогда, чтобы стежки не болтались, пришивается вот такая сверху решётка, которая и держит эти стежки. В данном случае решётка, а вот здесь она даёт образец, как это делать. То есть сначала прокладываются длинные стежки, очень длинные на преугольные образцы прямоугольной формы. Идёт отработка этой техники. Затем прошиваются вот такие поперечные стежки, закрепляющие, и которые в свою очередь уже крепятся короткими-короткими стежочками. Вот. Дальше пойдём. И вот уже показаны образцы вышивки с использованием этой техники. Это фрагменты вот этого обучающего сэмплера. Вот. Но здесь что интересно, что вот, например, у этих прямоугольных образцов у них есть окантовка такая с золотыми нитями. И вот она объясняет подробно, как же делается эта окантовка. То есть здесь нить сверху накладывается. Причём она рекомендует в два ряда делать. Сначала нить кладётся так, потом она загибается, идёт вниз, и вы видите, что двойная нить. И она крепится вот такими короткими закрепляющими стежками. Вот такой фрагментик. Пойдём дальше. А вот уже другой обучающий фрагмент. Здесь уже, вы видите, сетка выполнена по диагонали. Но принцип тот же. То есть сначала отшивается фрагмент, нижний слой, прямыми длинными стежками простой глади. Потом второй накладывается слой, сетка. И потом сетка закрепляется. Ну, эта техника, она широко используется, и не только в золотном шитье. Вот. Следующее идёт. Шитьё по подложке. То есть очень часто, чтобы придать узору выпуклость, используется подложка. Объём придаст изделию роскошную текстуру. Существует четыре вида подложки, каждая из которых позволяет создать различный эффект. Подложка может быть из мулине, хлопчатобумажных ниток. Может быть выполнена, как вы видите, вот здесь из шёлкового мулине, хлопчатобумажные нитки. Картонная может быть подложка из картона. И также может быть подложка из фетра. И подложка, она не обязательно, она только в образцах, так у нас прямоугольная форма. Она может быть любой произвольной формы. Вот. Ну, дальше пойдём. И вот показывается уже следующий раздел, который называется просто гладь. Ну, вообще здесь я так вот, по моему разумению, это, конечно, простая гладь. То есть, когда выполняется вышивка в один ряд. Вот. И это, конечно, гладь, она придаёт любой вышивке роскошный вид. Она добавляет ей блеск. И гладь почти всегда в золотном шитье выполняется по подложке. Ну, вот показана техника. То есть, вот сначала мы делаем подложку из нитей. И потом идёт поперечные вот эта вышивка, поперечные стежки, которые закрывают подложку. И далее уже на этом образце, вы видите, уже выполнена вот такая золотая кайма. Вот. Ну, как я сказала, что этот приём выполняется не только на таких вот прямоугольных образцах. Вот здесь показан фрагмент вышивки. Виноградная кисть с листьями. Вот здесь и выполнена именно в этой технике. Следующая у нас идёт... А, вот она рассказывает, а как же вот такие листья вышивать? Вот такие вот изогнутые. То есть, тоже простой гладью. То есть, вы видите, что вышивка выполняется в один ряд. Видите, вот здесь хорошо видно. Смотрите, вот здесь вот левая сторона выполняется вот такими длинными стежками, а правая вышивается более короткими, но под другим наклоном. И здесь один ряд вышивки, и здесь тоже, в общем-то, один ряд вышивка. Идёт в один ряд. Но важно в данном случае вот эти стежки закрепить, чтобы они не болтались, потому что они очень длинные, никакая прекрасная натяжка их не спасёт. И поэтому укладывается вот такая сетка, решётка-настила. Но здесь она не решёткой является, а вот такими вот просто отдельными стежочками, и которые потом ещё по всей длине закрепляются, чтобы и эти стежки не болтались. Вот. И вот как выглядит эта вышивка, вот этот фрагмент в сэмплере, в бучающем. А вот дальше мы переходим уже к глади, которая называется гладь длинными и короткими стежками, или, как написано, атласная гладь. Вот в этой технике выполнен центральный цветок этого сэмплера, вот, лепестки этого цветка. И дальше идёт уже разбор, как же вышивается на образце, как вышивается гладь длинные и короткие стежки. Вот вы видите, что на первый ряд этой глади выполняется стежками разной длины, то есть длинными и короткими. Это и дало, собственно, название этому виду вышивки гладь длинные и короткие стежки, вот этот ряд. А уже все последующие ряды выполняются стежками одной длины, длинным стежком. Какое соотношение длины между длинным стежком и коротким? Вот Рут Чемберлен вышивает, так что у неё примерно короткий стежок равен двум третям длинного стежка. Вот. Ну, вообще здесь всевозможны колебания от половины до двух третей длина короткого стежка по сравнению с длинным стежком. Для контраста она даёт выполнение этих рядов нитями разного цвета, чтобы было хорошо понятно. Вот видите, первый ряд длинные и короткие стежки, дальше второй ряд идёт уже стежки одной длины, и третий ряд также выполняется стежками одной длины, то есть длинными стежками. И в этой книге очень много вот таких вот жёлтеньких таких квадратиков. Вот сейчас я покажу вам. Вот так мы его видим или нет? Я-то его вижу, а вы-то видите его? Сейчас я подвину. Вот он, этот жёлтенький квадратик. Их много очень. Под названием совет. Советы очень разные, но все относятся по делу, кажется, к тому, что на странице. В данном случае она пишет, помните, что каждый новый стежок расщепляет стежок предыдущего ряда. Стежки всех последующих рядов примерно... Ой, кроме... Значит, стежки всех последующих рядов, кроме первого ряда, имеют одинаковую длину. Ну, ещё раз. Просто акцент здесь нужно делать на том, что стежки последующих рядов, они расщепляют стежки предыдущих рядов. Вот. Ну, дальше идут уже такие техники специфические для золотного шитья. Я не буду их разбирать. В общем, если вы займётесь этим, то посмотрите уже где-то обучающее видео на эту тему, потому что я это не смогу здесь кратко объяснить. Вот. Дается узор ромб. Это тоже всё фрагменты из этого обучающего сэмплера. Узор круг. Как укладываются золотые нити по кругу и как они крепятся. Вот. Дальше. Вот очень интересный такой дизайн. Золотой круг. Это отдельный дизайн, выполненный Руд Чемберлен. Вот. Ну, а дальше идёт уже работа с лайкой. С тонкой кожей. Ну, для меня это не сильно интересно. Пролеснём дальше. Дальше идёт дизайн из трёх кругов, выполненный ученицей. Руд Чемберлен и Несс Буллард. Вот. И дальше декоративный узор из ромбов. Тоже сочетание золотых нитей и лайки. И вот дальше идёт тоже техники, посвящённые выполнению этого узора. Вот. Дальше что у нас идёт? Рельефное золото. Ну, тоже. Это тоже образцы все из сэмплера. Вот. Вы видите, как красиво выглядит. Совершенно потрясающая по красоте книга. Её просто одно удовольствие, знаете, держать в руках, листать, даже не вышивая в этой технике. Но полезное всегда можно найти и для обычной вышивающицы, которая вышивает гладью, например. Вот. Ну, дальше у неё идёт описание фрагмента сэмплера. Жёлудь. Вот вышивка в натуральную величину здесь показана. И она дает два варианта вышивки по одному узору, по одному рисунку. Вот. Подробно совершенно как укладываются нити, как делается подложка при помощи фетра, как она и лайки, и как это всё обшивается. Ну, то есть вот такая книга Рут Чемберлин. Она была очень, ну, как сказать, по нашим временам очень дешёвая. Я её купила где-то, по-моему, за 250 рублей всего. Ну, в 2008 году были другие цены. Ну, посмотрите ещё раз на эту обложку. Полюбуйтесь ею. Вот на этом мы и закончим обзор этой замечательной книги. До новых встреч!